Итак, мы записываем. Как я сказал ранее, я люблю брать интервью, и я думаю, у тебя есть интересный опыт, и этот опыт еще интересен для меня. Я верю, что многие люди, несмотря на то, что они говорят об этом, они бы хотели знать твой экспириенс, твою мать, твой опыт. И ты знаешь все эти слова про то, что мы должны делиться этим, поддерживать друг друга. Да, это все об этом. Я собираюсь это все перевести на русский язык, и я загружу это все на мой фейсбучный аккаунт по-русски, по-английски, может быть, еще на YouTube. Я еще надеюсь, что международный опыт может быть интересен для русских. Знаешь, может быть, некоторые русские думают, что канадцы живут другой жизнью. Мы посмотрим, если это правда или нет. Да, это может быть неточный концепт, что канадцы живут прекрасной жизнью. Это, конечно же, неправда. Итак, ты хочешь рассказать историю сначала свою? Это зависит от тебя. Это твое шоу. Ты хочешь, чтобы я рассказал, кто я такой, или задать мне пару вопросов для начала? Я думаю, это была депрессия. Это была не просто попытка совершить самоубийство. Я знаю твою историю, но, может быть, ты мне хочешь рассказать ее еще раз? Да, я догадываюсь, это было 7 лет назад уже. Я был обручен с кем-то, с кем я собирался прожить остаток своей жизни. Но, правда, где-то примерно за месяц до нашей свадьбы она поняла то, что мы больше не будем вместе. Так что, как-то она ко мне подошла и сказала, «Ты знаешь, Стив, наверное, лучше нам расстаться». И мы расстались. И это не было совместное решение расстаться. Это так получилось, что она хотела, а я нет. В это время это просто разрушило меня. Это просто привело меня в этот новый мир темного душевного пространства. Где-то, где я раньше никогда не был. Ну, и потом, спустя несколько лет, я понял, что это была глубокая темная депрессия. Ну, и что случилось, если я стал... Я начал прятаться от... От, так можно сказать, настоящего Стива, от моей семьи. Я вообще люблю общаться с людьми. Я также работал в продажах, так что у меня был навык накладывать маску и прятать свои эмоции, и подавлять боль, тревогу, стыд. И все эти негативные эмоции я был способен спрятать все их от других людей, от семьи и от друзей. И что случилось, все вот это подавление, оно создавало все больше и больше напряжения. И в конце концов это напряжение просто взорвалось. И это приобрело форму очень пьяной ночи. И привело к моменту, когда я... Я вломился в многоквартирный дом, поднялся на 15 этаж, и я был на балконе, смотрел через край этого балкона и думал, что слишком много боли. Зачем мне продолжать все это? У меня был разговор, в ходе которого меня договорили. И странная часть об этом... Ты, наверное, подумаешь, что это конец истории, и я после этого жил счастливой жизнью. Но на самом деле, в течение следующих 4-6 месяцев все пошло только хуже. Я чувствовал себя более виноватым, потому что я не просто чувствовал себя депрессивным. Я думал, вот он я, живу в одном из прекраснейших городов мира, имею прекрасную поддержку семьи, у меня хорошие друзья, хорошая работа. У меня всегда были прекрасные штуки в моей жизни, но я все еще чувствую, что мне нужно избавиться от этой боли, которая у меня есть. И лучший способ сделать это — это совершить самоубийство. Так что я чувствовал себя очень виноватым из-за этих чувств. Так что этот стыд заставлял меня прятаться больше, больше и больше и уходить дальше, дальше и дальше от всех моих любимых. От этого это отчуждение только усиливалось. Так что я не просто прятался от людей, я устанавливал барьер между нашими отношениями. И все это заставляло меня идти в глубокий темный круг. Я начал пить регулярно. Я выпивал несколько банок пива, если не больше, каждую ночь. И знаешь, есть такая поговорка «запить свою боль». Это то, в чем я был. Я не знаю, если ты хочешь остановить меня здесь, или ты хочешь поговорить о переломном моменте, который я прошел. Да, может, я задам пару вопросов. Для начала, почему она была так важна для тебя? В целом люди расстаются, и не все собираются умереть после этого. Хочу поделиться какими-то мыслями, которые приходят мне в голову. Может, это было первый раз в твоей жизни, когда девушка рассталась с тобой. Ты также рассказал мне о своей прекрасной социальной жизни. Не прекрасной, но хорошей. О социальной, финансовой. Может, ты не был успешен, и это была причина. Я имею в виду, ты был удачлив в других аспектах своей жизни, но не здесь. Или что-то еще? Это очень большой вопрос, на самом деле. С тех пор, как я был ребенком, я всегда имел очень высокие ожидания от самого себя. И я определенно думаю, что частично это было потому, что я потерпел неудачу. И ты знаешь, смотря на это сейчас, я не знаю, насколько большую роль это сыграло, но это определенно повлияло. И ты знаешь, для многих людей это по-настоящему тяжело признать, что они потерпели неудачу. Это вообще-то то, что я заставляю себя больше делать в течение последних пару лет для саморазвития. То, что я терплю неудачи чаще, но я расту через эти неудачи. Это что-то, то, что я выучил, пройдя через депрессию и большое количество занятий спортом, через построение бизнеса. Ты должен терпеть неудачи. Это неизбежно. Либо терпишь неудачи в отношениях, в бизнесе, или, может быть, ты проиграл в хоккейном матче. Ты, в конце концов, потерпишь неудачу. Может быть, ты пустил шайбу в ворота, и она отскочила от штанги. Это провал? Или ты можешь поменять свое мышление. Ты можешь подумать, хорошо, мне не удалось пробить по воротам, но я знаю, что я скоро буду бить еще. Как я могу улучшить этот удар? То же с отношениями. Хорошо, я упустил эти отношения. Как я могу подготовить себя, чтобы сделать следующее лучше? Как я могу подготовить себя, чтобы стать сильнее? Это было одно из самых больших изменений, которые я должен был пройти. Хорошо, у меня такой вопрос. Я не думаю, что каждый раз, как ты терпишь неудачи, ты чувствуешь себя так депрессивно. Может быть, это было очень важно для тебя. Может быть, у тебя было несколько целей, которые ты хотел достичь, которых ты хотел достигнуть. Я объясню мой вопрос. Я думаю, что когда человек концентрируется только на чем-то одном, например, на вождении машин, и если он был пьян и потерял свои водительские права, его жизнь разрушена. Это твой случай, или у тебя было несколько важных аспектов твоей жизни? Да, я думаю, для меня это была комбинация нескольких разных вещей. Но важнейшая вещь для меня была то, что... Две важнейшие вещи, вообще-то. Первое, это отвержение. И второе, у меня было очень ясное представление моего будущего. У меня была работа, дом, карьера, у меня была девушка. Моя жизнь была расписана на следующие 20 лет. Или более. До конца моей жизни. И потом, за одну ночь, я потерял большой кусок этого. Я потерял семью, которую мы запланировали. Я потерял отношения, я потерял огромную часть траектории своего пути. Я думаю, это была большая часть... ...последствия. Мне интересно, другие аспекты твоей жизни поддерживали тебя в этот момент? Потому что ты все еще имел поддержку, например, через работу, через друзей, семью. Ты потерял одну семью, но ты все еще имел что-то. Я думаю, это меня поддерживал в какой-то манере, но не обязательно в здоровой манере. К примеру, о моей карьере. Мое психическое состояние вызывало разрушение во всех направлениях. Моей семье, моей работе, отношениях, физическом состоянии. Это влияло на все. И что произошло? Например, работа просто стала еще одним местом, где я должен был прятаться. Потому что я чувствовал, когда приходил на работу, что я должен быть... Я должен оставить мои эмоции за дверью. И прийти, и сфокусироваться. Так что я должен был одеть эту маску, что все в порядке. И эта маска была... Она придавала свою нагрузку. В том смысле, что я должен был натянуть эту ложь, что да, все в порядке. И оставить мои эмоции за дверью. Я слезал до работы, и все в порядке. Это было не по-настоящему. Я должен был подавить ту... Свою сырую идентичность. Я думаю, это подавление собрало больше и больше всего для того, чтобы это напряжение взорвалось. И я тебя правильно понял, что ты работал на все с того время депрессии, как ты хотел работать. И ты получал удовольствие от этого, ты хорошо зарабатывал и получал возврат от своих усилий. Такой, как деньги и удовольствие. Хорошо, я переспрошу. Я правильно тебя понял? Ты не работал на все сто, и работа не была удовольствием для тебя? Ты не мог делать больше? Да, это точно. Это сильно повлияло на мою работу. До этого я работал на 100%. Месяц после я работал на 40%, скорее всего. Ого, поначалу я думал, твоя работоспособность снизилась на 10%. Это сильно повлияло, мужик. И худшая часть об этом, потому что это так сильно повлияло... У меня была проблема с тем, что мой мозг говорил, «Боже мой, это токсинно влияет на меня, и я буду давить на себя для того, чтобы восстановиться быстрее, или для того, чтобы думать об этом меньше, или стараться быть лучше». Это дополнительное давление делало вещи хуже. Ты думаешь, эта депрессия началась из-за расставания? Или, может быть, были другие причины? Может, ты чувствовал что-то до этого? Да, ты знаешь, это определенно не была последняя соломинка, сломавшая спину верблюда. Но ты знаешь, тогда я не был так осведомлен о себе, если это понятно. Было что-то такое, что я думал о себе, что я просто сказал себе, что это правда. Но в большинстве случаев я не думаю, что кто-то живет превосходной жизнью. Честно говоря, средний человек точно нет. Для меня я жил отличную жизнь. И я не жаловался о том, кем я был, что для меня было важно, какую я дорогу выбрал. И это обстоятельство нарушило всю мою жизнь. Я должен был пойти и усовершенствовать себя чуть-чуть. Так что, если вернуться ко мне, кем я был до того расставания, были ли части моей жизни, о которых я был расстроен, или огорчен, или взбешен. Да, я уверен, я мог улучшить что-то. Например, отношения, которые у меня были с некоторыми людьми. Или недостаток уверенности, который у меня был в школе. или несколько других вещей, которыми я занялся сейчас. И я сильнее, потому что я над ними работаю. Но если бы этот разрыв не случился, я, скорее всего, не попал в это глубокое, темное пространство без другого, большого катализатора. О, кстати, у меня вопрос. Почему ты передумал? Почему ты не совершил самоубийство тогда? Я могу себя ясно представить там опять. Ты зашел в кухню. Это студия, так что там не было спальни. Кухня прямо у задней стены, как только ты входишь в квартиру. Белые стены. Ты заходишь внутрь, поворачиваешь налево, и там место, где живут люди. Там кровать, установленная в заднем углу, телевизор, платяной шкаф. И вся эта стена, это окно со стеклами, которые отодвигаются в сторону. И когда я туда вошел, там был молодой парень с девушкой. Возможно, я не знаю, им было около 30. Они оба были напуганы, очевидно. Он разговаривал со мной. Знаешь, он говорил о моей семье. О вещах, для которых я могу все еще жить. И одна из вещей, за которые я зацепился, это были отношения мои с моим отцом и со спортом. Мы с отцом раньше очень много бегали. Мы играли в хоккей, плавали, катались на коньках, играли в мяч, кидали, ловили его. И много всего делали. И он мне раньше помогал тренировать тот спорт, который я играл раньше. И когда мы тренировались, он часто уговаривал меня пробежать дополнительную милю. Например, если мы бежали 10, он говорил, сынок, мы еще не закончили, давай пробежим еще одну. И, например, когда мы делали отжимания, мы делали 50 отжиманий, и когда я заканчивал, он говорил, сынок, давай еще один. мы выходили на площадку рядом с домом, и выбивали 100 шайб, и он говорил, выбей еще одну. И это меня научило тому, что даже когда я бежал и полностью выложился, я все еще мог найти способ пробежать дополнительную милю. Я все еще мог копать глубже в самого себя, чтобы использовать мои ноги, мои легкие, мои руки для создания момента. Копать глубже и бежать дополнительную милю. Даже когда мои руки дрожали, делая 50 отжиманий, я все еще мог копнуть глубже и сделать одно дополнительное отжимание. И ты знаешь, я бы сказал, практика в моем детстве проявилась во мне и так сказать, сказала мне, ты сейчас в моменте, когда готов разрушиться, но ты можешь еще разок. Я тогда подумал, что знаешь, прямо сейчас не время уходить. Я все еще могу сделать еще один раз. И это была большая мысль для меня передумать. Я думаю, это очень интересная часть рассказа. ты, может быть, будешь заинтересован в такой метафоре. Спортсменка, она пловчиха. Она меня учила тому, что когда ты плывешь, ты не можешь остановиться. Потому что если ты бежишь, ты можешь остановиться. Если ты плывешь, если ты остановился, ты просто тонешь. Так что ты не можешь остановиться. Это не так важно, но мне просто интересно. Тебя был судим за то, что ты выломился в эту квартиру или никто не обратил внимания на это? Не, они никому не говорили об этом. Ну, да, это не так важно. Ну, ладно. Ты бы хотел рассказать вторую часть истории, как ты восстановился. Возвращаясь к тому, где мы остановились, я себя чувствовал еще более виноватым, и я чувствовал стыд. Это заставляло меня запивать, мою боль. И, ты знаешь, для меня это было монументально, но я думаю, для всех людей это по-разному. и я очень хорошо помню, у меня был этот некрасивый зеленый кожаный диван, и я сидел на нем, попивая пиво, я смотрел ТВ-шоу, и я смотрел это ТВ-шоу. И это было Грэмми или что-то такое. Я не помню, что конкретно это было за шоу, но они остановили шоу, чтобы сделать живое выступление. Это выступление было от лидирующего артиста из Great Big World. Я не помню, какое у него имя было, но песня называлась Say Something. И лирика этой песни отозвалась у меня как «Скажи что-нибудь, я тебя бросаю». И для меня музыка всегда была очень важной частью моей жизни. Я бегаю под музыку, я слушаю музыку, когда я в стрессовом состоянии, это мне помогает снизить мой стресс. Я слушаю музыку, чтобы быть более энергичным, если я чувствую себя недостаточно мотивированным. Моя бабушка с дедушкой играли музыку на протяжении всех жизней, и они меня научили немножечко. И мы ездили на такие, знаешь, туры, и я выступал в домах престарелых, бесплатно ездил туда с ними. То есть музыка была важной частью моей жизни. Я слушал эту песню, и по каким-то причинам это было просто правильно, в правильное время, в правильном месте, и эта песня говорила со мной. Для моего разрыва там не было никакого завершения, это просто случилось в одну секунду для меня, и я никогда ее больше не видел. Так что для меня это было «Скажи что-нибудь, или я бросаю тебя». И я запостил текст этой песни на фейсбуке. И все это было «Скажи что-нибудь, или я тебя бросаю». И для меня это было завершением моих отношений. для других людей, кто слушал эту песню, это была просто какая-то песня, которая была популярна семь лет назад. И для меня каждый день после этого, когда она ничего не говорила, мне было еще больше завершение отношений. То есть день первый, шаг вперед, день второй, еще шаг вперед, день третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, и так далее. Больше шагов вперед. И я сказал самому себе, каждый день, когда я не слышу ничего от нее, я буду делать что-то для себя, чтобы чувствовать себя более счастливым или быть более хорошим человеком. И для меня пришло это осознание, знаешь, что я сижу на этом диване, пью пиво и чувствую себя как очень плохо. я понял, что это время подняться, встряхнуться, пойти опять на беговую дорожку. И я встал, пошел к раковине, вылил пиво, недопитое, поднялся утром, с утра проснулся и пошел на пробежку. И это была та вещь в тот день, которая сделала меня лучшим и более счастливым человеком. И на следующий день я слушал подкаст и на следующий день после этого я связался с другом, чтобы пойти просто поговорить и пройтись. И день после этого, и день после этого, и день после этого я продолжал делать вещи, которые делали меня более счастливым или более хорошим человеком. И есть метафора, которую я использую. Давай возьмем маленький временной отрезок. Шесть месяцев. И это довольно маленький временной отрезок, ну, рассматривает твою жизнь. И скажем, если мы посмотрим на компас, юг плохо, север это хорошо, и через шесть месяцев, ну, это примерно 180 дней, и если ты делаешь одну вещь, которая делает себя счастливее или более хорошим человеком, это один градус к северу. Так что, если ты начал с юга, юг это плохо, север это хорошо, и ты делаешь одну вещь в день, и ты делаешь это каждый день, через 180 дней ты полностью меняешь свою жизнь. И это то, что случилось со мной, я начал больше заниматься спортом, я стал больше общаться с людьми, я начал общаться больше своей семьей, на какие-то рандомные темы, я стал читать книги, слушать подкасты, чтобы быть более эрудированным, и я делал одну вещь каждый день, чтобы быть более счастливым, или быть более хорошим человеком. И в течение 6-12 месяцев это был разворот от ночи к дню, ты знаешь, у меня было все еще много боли во мне, но я не застревал уже в этом депрессивном состоянии. Что я слышу, это звучит как когнитивно-бихомеральная терапия, ты понимаешь, что с тобой происходит, и ты делаешь какие-то шаги, чтобы изменить свое поведение. Но ты чувствовал, что ты можешь сдаться опять, скажем, после 20 шагов, ты мог сказать, «О, где мое пиво?» Ты знаешь, да, мысль эта точно промелькала у меня в голове, но для меня я был привержен идее. И я думаю, часть этого пришла от озлобленности. Я хотел доказать ей, что она совершила самую большую ошибку в своей жизни. И это мотивировало меня. И как я становился более счастливым, более сильным, лучше в работе. И эта озлобленность превратилась в то, что я делаю, на самом деле работает. Как я могу это продолжить? И я был очень привержен тому, что я делаю одну вещь в день, чтобы быть лучше человеком. И да, есть такие дни, все их имеют. Ты, может быть, самый счастливый человек в мире, но я даю гарантию, что есть дни, в которые ты себя чувствуешь ужасно. Может, ты получил звонок, в котором сказали, что твой друг умер, или ты потерял работу, или ты не получил хороший контракт, который ты думал ты получишь. эти дни отстой. Но, ты знаешь, мой учитель сказал мне, что есть 80-20 правила. Это значит, если ты стремишься к чему-то, и ты посвящаешь 80% своего времени для того, чтобы приблизиться к этому, ты к этому приблизишься. И я знал, что если я останусь приверженным к улучшению моего образа мышления и моих возможностей, все это сработает. И я имел веру в себя, и я верил в Бога, и я просто думал, я просто имел это чувство, что все сработает. И ты все еще хочешь доказать ей, что она сделала ошибку. каждый день. Каждый день. Может, не совсем про самоубийство, но ты не боялся попасть в ад, потому что ты верил в Бога? Насколько я знаю, если ты совершаешь самоубийство, ты идешь прямиком в ад. Ну, я не знаю всей подноготной... Извини, немного такой острый вопрос. Да, я думаю, в Библии сказано... Я не знаю, какие они конкретно там слова используют, но да, если ты сам себя убиваешь, ты будешь осужден в какой-то особенной манере. Ты знаешь, до того момента я жил довольно хорошо, я был добрый, я был честный, я хорошо с людьми поступал, я был открытым, и я думаю, я был хорошим человеком. Если бы я тогда подумал, что куда бы я пойду, в ад или в рай, ну, я бы тогда предположил, что в рай. И если бы честно, в тот момент такая мысль не промелькнула у меня в голове. И я думаю, в том состоянии я просто был нелогичным, не мог совершать логичные поступки. Да, я думаю, это был хороший вопрос, но я просто боялся тебя спрашивать о религии. Знаешь, две эти вещи, твои достижения и твоя зависимость. Мне интересно твоё отношение во время депрессии, до неё и после неё. Ты вот сказал, что ты пил пиво. Ты рассматриваешь это как зависимость? Ну да, это определённо была зависимость. В течение дня я ждал, не дождался, когда пивка вечером хряпну. И ты знаешь, мне очень интересно, как депрессия вообще влияет на такую вещь, как зависимость. Ты знаешь, когда я был маленьким, меня учили, что если ты вот выпьешь столько-то, ты станешь зависимым. но сейчас мне кажется, что зависимость появляется не потому, что ты много пьёшь, а потому, что у тебя что-то в голове есть такое. Да, зависимость может быть болезнью. И я думаю, для каких-то людей, у которых мозг находится в депрессии или, может быть, как-то воспалён или под каким-то как-то растёт каким-то образом. Эти вещи заставляют человека быть более зависимым от субстанции, чем другие люди. И я думаю, эти определённые жизненные обстоятельства заставляют человека искать какие-то пути для побега и заставляют искать такие вещи, которые снижают эту боль, такие как алкоголь, наркотики или другие зависимости, такие как работа. Я знаю таких людей, которые так боятся своей жизни, что всё, что они делают, это только работа, работа, работа. И для многих людей, которые зависимы от работы, ну ты знаешь, это не может быть такой прям плохой вещью, но ты знаешь, если ты избегаешь или прячешься от аспектов реальной жизни, используя наркотики или работу, это на самом деле плохо. Это что-то, что люди должны осознавать. Это что-то, когда люди должны встречаться с музыкой. Встречаться с музыкой? Это значит, как принимать последствия. Мой спасибо большое за твою историю. У меня есть несколько общих вопросов. Может быть, вопрос о предрассудках. Я знаю, я понял с твоей историей, что ты не обращался за помощью, например, я так понял, что ты не обращался к психологу. Нет, я не обращался. И по правде сказать, я не уверен, почему. Ну, у меня были возможности, я мог легко спросить о помощи. И я думал, потому что я мужик, я должен быть непроницаемым и сильным, и не показывать никаких слабостей. И таким образом я чувствовал, что просить о помощи это форма слабости. Например, мне нужна помощь для того, чтобы построить дом, потому что я не знал, как его построить. И вот это мое незнание, как построить дом, это форма слабости. Что, в общем, просто смешно. И часть моего мышления изменилась в последние несколько лет. я понял, что это так выгодно для всех, кто вовлечен в это. Что я имею в виду, то, что большинство людей очень любят помогать другим людям. Мы наслаждаемся чувством, что мы оказали какую-то услугу кому-то. И для меня теперь просить о помощи, это буквально ежедневная рутина, например, если это просить помощи в бизнесе, просить помощи в разговоре или просить о помощи в депрессии. И для меня просьба о помощи это не слабость больше. Я теперь рассматриваю это как проявление силы. Потому что теперь, когда я прошу о помощи, и мне кто-то помогает, у меня после этого есть дополнительный инструмент на моем ремне. Потому что когда я попросил помощи построить дом или спросил как строить дом, теперь я знаю как построить дом, в то время как месяц назад я не знал как его построить. Так что сейчас у меня есть новая информация, новое знание и новый набор навыков. Так что когда я спрашивал о том как построить этот дом, научило меня чему-то что я не знал ранее. Это сила. У меня есть вопрос может быть не о тебе а о твоем окружении. Может ли кто-то заметить что тебе нужна помощь? Я тебе рассказывал о своем друге, он не был моим близким другом и он совершил самоубийство может быть год, может быть полтора года назад. Он любил побеждать, он любил бегать, представляешь, он побеждал в марафоне 100 миль. Представь себе. Мой вопрос, если есть какие-то знаки, которые показывают, что человеку нужна помощь. Например, например, это мог быть знак, то, что он хотел достичь чего-то и не мог достичь этого. Может, есть какие-то другие знаки. И я думаю, что самая главная вещь это коммуникация. Так, до моей депрессии и после моей депрессии я коммуницировал больше, гораздо, чем во время депрессии с моими близкими. Это мои друзья, моя семья. И когда я чувствую, что что-то со мной не так или я депрессирую, первая вещь, которая со мной случается, это я теряю связь с близкими. Если мы возьмем гипотетический пример, например, мы с тобой имеем друга, который оживленный, энергичный, атлетичный, и мы всегда общаемся с ним, он общается с нами, мы дурачимся, делаем бизнес вместе, занимаемся вместе, что бы то ни было. И через несколько недель мы встречаемся, например, его зовут Тим, и вот так ты заметил, он особо не появляется в последнее время, пропустил несколько занятий спортзале, мы не разговаривали с ним несколько месяцев, как он себя чувствует, ты знаешь? Я думаю, осознание его энергии это важный знак, и если у тебя появляются какие-то подозрения, я бы порекомендовал, чтобы ты контактировал с ним чаще, например, если ты контактируешь с ним дважды в неделю, удвоито, просто старайся поддерживать его больше, и я не рекомендую заставлять его что-то делать, иди, например, в терапию, соберись, ну, такие вот вещи, будь с ним как, эй, я твой друг, я хочу позависать с тобой, ты прекрасный, потому что ты делаешь меня лучше тоже, ты прекрасный, потому что ты заботишься об окружении, вот почему я хочу быть рядом с тобой, вот почему я хочу связаться с тобой, давай сконтактируемся, давай пойдем прогуляемся, давай пробежимся, давай пойдем в спортзал опять, давай пойдем покатаемся на каяках, чем больше ты можешь провести времени ближе к другу, тем больше и больше у тебя возможностей видеть то, что происходит в жизни твоего друга, и очень часто люди в депрессии, они, как я сказал, у них это маска, но ее так надоедает носить, так что они начинают говорить, я не хочу проводить время с друзьями больше, потому что когда я провожу с ними время, я должен носить эту маску, так что я хочу единиться, и это самый большой индикатор, который я когда-либо видел, есть что-то еще, что ты хотел бы сказать людям? Да, ты и я, мы живем в Британской Колумбии, у нас есть ресурсы, здесь есть кризисная линия, так что, если ты погуглишь BC Crisis телефонную линию, что это такое, это просто место для людей, которые проходят через тяжелое время их жизни, и что это, это просто уши для того, чтобы послушать себя, и смотря назад, все, что я хотел делать, это только кричать, и часто это была просто злость о том, что случилось, и часто я был зол на себя, за свои чувства, и все, что я хотел сделать, это просто дать этому всему выход, и часто все, что нужно сделать, только поговорить с незнакомцем, там тебя не осудят, и кризисная линия, это хороший инструмент, который помогает, и там люди, которые знают, что ты проходишь через трудные моменты своей жизни, и они имеют прекрасную систему поддержки там, и я знаю несколько людей, которые волонтеры там, они делают это на еженедельной основе, и они потрясающие, потрясающие люди, они делают замечательную работу, и если ты чувствуешь себя плохо, позвони, если ты себя чувствуешь плохо, позвони своему другу, позвони нам, и мы можем выйти здесь, для того, чтобы тебе помочь. Я доказываю своей жизнью, что дерьмо случается, и ты можешь дойти до края, но ты принимаешь осознанное решение, и ты можешь принять осознанное решение, для того, чтобы развернуть свою жизнь. Для этого нужно предпринимать маленькие шаги, но делать это каждый день, и нужно постоянство и дисциплина для того, чтобы придерживаться этому, и как я сказал до этого, это может полностью поменять твою жизнь, и в течение нескольких месяцев ты можешь пойти с юга на север, и сейчас может быть кажется, что несколько месяцев это огромная гора, но восход на каждую гору начинается с нескольких маленьких шагов, и есть огромное количество поддержки, и кризисная линия это одно, поддержка друзей это друговая, и просто быть увлеченным сообществом, может быть это сообщество твоя семья, или близкие друзья, или я не знаю как это называется, но ты знаешь как общество анимных алкоголиков, какое-то сообщество, где люди собираются на месячные или на недельной основе, есть такие сообщества для людей, которые попали в какие-то определенные обстоятельства, может быть это развод, может быть ты потерял работу, может быть ты страдаешь от каких-то зависимостей, есть механизмы для поддержки, так что все, что тебе нужно, это открыть гугл и искать, и последний вопрос, как долго ты восстанавливался? Как долго? Да, как долго? Я до сих пор останавливаюсь. Я думаю, смотря на это сейчас, от момента, когда разрыв случился, и до попытки самоубийства, прошло 6 месяцев, я был в депрессии. Потом, это заняло примерно год, для того, чтобы я был в комфортной позиции опять. И что я сделал? Я занялся саморазвитием, я занялся своим личностным ростом с помощью подкастов, окружения, друзей, кто подталкивал меня. И у меня была утренняя рутина, когда я читал книги, как помогать себе, и рост, который я получил за последние 2-3 года, он был такой значительный. И это не прямой ответ, короткий ответ будет где-то 8-12 месяцев, а долгий ответ у меня все еще депрессия. Мне понравилось это интервью. Мне тоже. спасибо Стив, обними свою подругу от меня. Спасибо большое, что мы имели этот разговор. Я рад, что мы можем его разделить с другими людьми. И люди должны видеть, что есть другие люди, которые проходят через то же самое, и чтобы не чувствовали себя одинокими. И возвращаясь туда-обратно, я определенно чувствовал себя одиноким. И знаю, что есть люди, которые чувствуют или чувствовали то же самое, поменял бы многое во мне. и для всех, кто слушает или смотрит, я тоже там был, и это не конец. Только примите решение делать один шаг за раз, один день за раз, и просто следуйте этому. Спасибо, Иван, я передам твоей обнимашке, и увидимся через неделю. До свидания. До свидания, бро.